Я сама была в шоке. Юми мальчик. А может быть Юми Чу ЛГБТ? Нам окажется, что это как бы что-то любовное, ну сексуальное. Собаки в кровь друг друга просто раздирают. Кое-что покажу. Смотрите внимательно. Привет, я Анимеджик и сегодня я расскажу вам, ребята, довольно странную историю про вот эту мою собаку. Юми ее зовут, кто не знает. Или Юми Чу, или просто покемон иногда, как я ее называю. Да, это будет очень интересное видео. Кстати, в инстаграме питомцев я в сторисах обещала, что сниму ролик про то, как мы пошли на прогулку в лес с нашей киской Алиской, потому что она очень странно себя ведет в лесу, и там еще эти мешки. Я кое-что про них выяснила. Короче, если хотите, ставьте лайк этому ролику и обязательно пишите свои комментарии, потому что я их всегда читаю, часто очень на них отвечаю, ставлю сердечки. Ну и не забывайте проверять, нажат ли у вас колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Там еще что-то выбрать надо, сколько уведомлений получать. Короче, YouTube сейчас ведет себя абсолютно кошмарно, чтобы вы не пропускали наши видео. Итак, странное поведение за вот этой вот собакой стало замечать Юми. Не только я, но и даже наши подписчики. Люди стали писать все чаще в комментариях, а Юми что, мальчик? Причем не только на этом канале Magic Family, но и на каналах Magic Pet, где я озвучиваю своих питомцев, у них там тоже, кстати, новое видео. И это действительно Юми. Пиди сюда. В общем, Юми очень часто писает, как мальчик. Если я найду такой кадр, если я засняла его, я вам покажу. Девочки писают, ну, сидя типа на двух лапках, а мальчики поднимают одну ногу, как это делает, например, и Вася. И Миша, и София писают нормально. Но только Юми Чу писает у нас, как мальчик. И я сейчас вам все объясню. Я лично сама была в шоке, когда увидела это впервые. Потом я стала замечать, что Юми делает очень странные вещи с другими собаками. Причем только с девочками, только с Мишей и Софией. С Эйвоном она этого не делает. Знаете, как выглядит, когда собачка встает на собачку сзади? Ну, в общем, я попробую, может, картинку где-нибудь тут вставить. Надеюсь, Ютуб опять не решит нас монетизацией. Она, вот эта вот козявка, стала делать точно так же с Софией и Мишей в каких-то ситуациях. Что, я про тебя шокирующую правду рассказываю людям? Они в шоке все. Когда я их кормлю, или когда они играют, или когда они ложатся спать, она не делает этого с Эйвоном. Потому что он мальчик, тогда логично, если она мальчик, то она пристает к девочкам, а к мальчику не пристает. Я не знаю, бывают ли у собак гомосексуальные отношения, когда мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Ладно, об этом в другой раз. Типа, я смотрю твой канал какое-то время, и я тут узнаю, что Юми мальчик, или ты от нас что-то скрываешь? Да, ребят, я от вас ничего не скрывала, я сама была в шоке, что Юми мальчик. Ладно, я шучу, конечно. А может быть, Юмичу ЛГБТ, и ей нравятся девочки? Ладно, на самом деле все гораздо проще и банальнее. Такое поведение у собак называется доминирование. Доминантные собаки – это собаки, которые хотят быть лидерами, самыми главными, стать лидерами стаи, потому что четыре собаки – это уже тоже стая. Просто многие люди, они не понимают, что это за поведение, они не знают, как это самим себе объяснить. Ну, а если вообще не было собаки, то логично, что они вообще не понимают, что происходит. Но даже те, у кого есть собака, столкнувшись с этим впервые, просто в ступоре находятся. Нам кажется, что это как бы что-то любовное, сексуальное, типа, да? А на самом деле собака может проявлять таким образом свое доминирование. Она строит именно девочек и хочет им продемонстрировать, что она главнее. Такие действия делают даже щенки, маленькие щеночки. Когда маленький щеночек встает на другого щеночка, и ты думаешь, что? Господи, они же еще совсем дети, почему они это делают? Ужас, кошмар. На самом деле тот щенок, который встает на другого щенка сзади, вот так вот, как будто они делают это, он показывает, что он главнее, он сильнее, он тут самый главный. То же самое делали Юми с Мишей и Софи. То есть она просто хочет им показать, что она лидер. Только что пописывала Софи, и сразу же в это место подбегает Юмичу, писает как мальчик, как вы видите. И это она перемечивает территорию. Это вообще не означает, что она действительно хочет писать. Не все собаки-девочки, которые хотят быть лидерами, писают как мальчики, но Юми это делает. Может это показаться странным, но на самом деле это абсолютно реально. Когда щеночки делают это, и вам кажется, что они делают это, даже если это два мальчика или две девочки, это не означает, что они делают это, они демонстрируют, кто главный. Когда собаки между собой, например, две девочки делают это, и ты думаешь, что мои девочки и собаки нравятся девочки? Девочки, серьезно? То нет, они тоже демонстрируют, кто из них главней. Опасно ли подобное поведение? Ну, на самом деле, я, например, считаю, что вмешиваться в отношения с Тайей лучше надо. То есть, да, Юмик, конечно же, согласна со мной, потому что она хочет стать главной. То есть, чтобы их отношения развивались сами по себе, не вмешиваясь в них, не ругая кого-то за что-то, и не хваляя другого за еще какое-то поведение, я стараюсь, чтобы они между собой разбирались сами. Опасно это, когда, например, собаки кровь друг друга просто раздирают, дерутся как психи. И это, конечно, для хозяина ненормально, нужно здесь вмешаться. И опасно, когда собака начинает проявлять доминантное лидерское поведение не над своими какими-то там друзьями, да, а именно над вами, над хозяином, то есть считая себя главнее хозяина. Опасно это тем, что если собака, например, большая в какой-то момент, она реально может укусить, да, и маленькая может укусить. Очень часто маленькие собаки из-за того, что с ними сюсюкаются, люлюкаются, постоянно их носят на ручках и делают все, что они только хотят, считают себя самыми главными и поэтому позволяют кричать на хозяина, кусать его или еще что-то. Бывают такие ситуации, когда собаки просто крышу сносят от этого лидерства, и она может реально загрызть хозяина. Такие случаи были. То есть иерархия, кто главнее, кто слабее по статусу, должна соблюдаться, и хозяин должен быть главнее. То есть я поставила все так, что Юми не имеет права, зато имеет право меня лизать как угодно, считать себя главной. Она меня слушается, как и все мои собаки. И я сейчас вам кое-что покажу. Смотрите внимательно. И вы только посмотрите, что сейчас будет происходить. Вот, к примеру, у меня есть игрушка. И Юми сразу начинает рычать на Софии. И София не грызет игрушку, потому что она думает, что Юми эту игрушку от нее охраняет. При том, что вроде как игрушку охраняет София. Все, София сдалась, Юми игрушку у нее отобрала. Вот пример доминантного поведения. Рычит на остальных и не хочет им ее отдавать. Вот, видите, как реагирует Юми Чу? София не рычит на нее. Если София побеждает, Юми пытается у нее отобрать игрушку и рычит на нее. Видите, как она делает? То есть она их строит. Конечно же, она никогда не укусит до крови Софии и не причинит ей вред. Вот так они решают свои вопросы. Сейчас она, возможно, будет, если не достанет, будет охранять это место, где лежит игрушка. Софиш, иди сюда, достань игрушку. София, давай. Видите? Ну, это как бы их разборки, и они не доходят до каких-то сумасшедших драк или еще чего-то. Помните, вот они тогда на речке подсапались. Видео я снимала. То есть я могу в это вмешаться, и Юми сразу останавливается, конечно же, ничего не делает. Если же я не вмешиваюсь, они свои разборки продолжают. Вот, сейчас София на нее лапу поставила, сказала, что типа я тут все-таки главнее. То есть я могу с одной стороны вмешаться, и остановить это с другой стороны, чтобы это лидерство не переросло в нечто большее, я так часто делаю. Но с другой стороны, это их взаимоотношения с Таей, которые они должны решить между собой сами. Но чаще всего Юми ведет себя в рамках, в собачьих рамках, которые у них нормальны, просто проявляют лидерские качества. И поэтому в такие моменты, конечно же, я не лезу. Потому что хочу, чтобы они сами в своих отношениях разбирались. София хочет сейчас своровать игрушку, пока я типа не вижу. Я очень надеюсь, ребят, что этот ролик вам был полезен и интересен. Вы узнали для себя кое-что новенькое о собаках. Ставьте лайк, если хотите скорее прогулку с киской Алиской. И вообще, чтобы ролики выходили чаще, пишите обязательно свои комментарии. Я их всегда читаю, задавайте вопросы. Мы в скором времени будем снимать вопросы. Приходите по ссылкам на новые видео на канале Пидомцев. И пока!